Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю продолжение моего сериала про Мальтрополь, который называется В тени меня, и что ж, поехали! Так, стоп, 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 то есть ты хочешь сказать, что вот это дракон, и ты типа им как-то можешь управлять силой мысли? Ну, не совсем силой мысли, я ей управляю с помощью, так скажем, дрессирования. Ты дрессируешь дракона, что это за бред? Это не бред, да, девочка? Так, ну, это не суть. Дракон мне нужен только, чтобы помочь, а ты мне как бы тоже нужна, чтобы мне помочь. Так, во-первых, я тебе помогать не буду. Теперь объясни, зачем ты появилась в моем доме, и мою маму каким-то образом, не знаю, стерла ей память. Ну, стирать память это очень легко, во-первых, если ты хорошо знаешь магию. Так, как я появилась и зачем появилась у тебя дома? Ну, это тайна, которую я тебе, так что, которую я тебе, так что, так что, раскрою. Ну-ка, немедленно говори! Поняла, поняла. Во-первых, я, так скажем, представитель тех, кто приручает и спасает бедных драконов, которые пытаются уничтожить пони. Как интересно занудство про этих драконов. Так, дальше. Я пони, которая, так скажем, тебе даже очень хорошо должна быть знакома. Да неужели, я тебя ни разу не слышала, так еще и должна быть знакома. Ну, хорошо, ладно. Ладно. А у тебя дома просто или под твоим домом, или у тебя в доме находится тот дракон, которого бы я не хотела, чтобы нашел кто-либо из пони. Даже ты. У меня дома дракон? Да, или в доме, или под домом, или над домом, точно не знаю. Но его нашла моя хорошая дракониха, да? И этот дракон нам очень нужен, чтобы я уже всех драконов собрала и их отправила в ихний мир, чтобы они там спокойно жили. Хм, то есть я могу взять и найти этого дракона. Все, пока. Стой, девочка. Ну-ка, ее возьми. Нет. Молодец, девочка. Так, и что ты хочешь от меня? Все понятно. Ты у меня в доме рылась и искала дракона. Хорошо, хорошо. Так, теперь давай-ка говори, что ты от меня хочешь. Я хочу, чтобы ты была на моей стороне и стала доброй. А я не добрая разве? Ну, ты просто с мамой живешь, и мне кажется, ты очень опасна. Ты можешь найти этого дракона и просто убить его. Он нам нужен живым. Да? Так, ладно, девочка, лети отсюда. Лети, лети. Так, а теперь я поговорю с тобой. Мы с тобой хранители драконов. Какая хорошая информация. Ну и что? Но я тебе хочу сказать. Ты как бы видишь вот в таких вот драконов? Как бы теперь я уже вижу, что драконов можно подчинять. Ну, смотри. Есть драконы хорошие, а есть плохие. Есть драконы, которые просто могут контролировать других драконов. О, как интересно. Дракон контролирует драконов. Да, очень интересно. Так, это правда интересно. И я не вру. Я с ними прожила очень долгое время. Ну, давай ближе к сути. Хорошо, ближе к сути. Есть пони, которая, как мы подозреваем, хочет уничтожить каждого дракона. Да, и кто она? Я не знаю, кто она, но мы ее пытаемся найти. И почему-то моя дракониха думает, что это ты. Я? Да я драконов боюсь. Как я их могу уничтожать вообще? Ну, не знаю. Но главное, тут есть человек, который против драконов. Или тот... Короче, мы его называем темный дракон. Это вы так пони называете? Да, пони, темный дракон. История этой пони очень интересная. Интересно, какая же это история? Сейчас тебе расскажу. Очень давным-давно, давным-давным-давным-давно одна пони жила, как и все. То есть так же ходила, гуляла и радовалась с ним. Но однажды, когда она ходила гулять, рядом с ней упало яйцо. Она посмотрела вверх, но никого не было. А яйцо лежало прям почти что у нее. Она подумала, что скорее всего какой-то грифон или дракон. Ну, как она и думала. Потеряла это яйцо. Она сразу же хотела его вернуть. И думала его не брать с собой, а оставить тот, кто потерял. Его за ним бы, конечно же, вернуться. И пошла она дальше гулять. Но все же ее любопытство взяло вверх. И она решила взять это яйцо с собой. Спустя некоторое время из яйца вылупился дракон. Тот, который мы считаем самым редким драконом. Это черный дракон. А если точно мыть, ночная фурия, что ли, не знаю. Черный дракоша. И этот дракон был очень добрый к ней. И она его полюбила. Но однажды, узав о этом, пони решили уничтожить вот этого дракона. И, конечно же, что они сделали? Они просто его убили. И после этого эта девочка пони очень грустила. Ведь ей так не хватало ее друга. Потом она пошла искать новых драконов. Но что-то в ней переключилось. Как будто кто-то ее подконтролировал. И в ее глазах появились слезы, как будто бы. И одновременно гнев. И теперь, когда она встречала на дороге хоть маленькое яичко дракоша, она его убивала и уничтожала. Чтобы больше никогда не было драконов. Она сейчас же их... То есть она каждый день пытается находить все новых драконов и уничтожает их. Никто не знает, что точно сделалось с этой маленькой и хорошей пони. Но при этом она до сих пор живет среди нас и уничтожает всех драконов. Вот такая вот история. Что за бред уничтожать драконов? Черный дракон, яйцо дракона. Ну что за бред? Ну подожди. У вас под домом должен быть находиться последний вот такой же дракон, черный. Так как она уничтожила всех драконов в мире. И она... Ну как всех? Вот таких черных она всех уничтожила. Почему? Что почему? Не хочешь задать вопрос почему? Почему? Вот мы тоже не знаем почему. Ведь черный дракон был ее любимым. Вот мы это и хотим узнать. Так. Хорошо. Мне все равно. Но я не буду никаким членом вашего сумасшедшего драконева ту-ту-ту-ту. Я ни в коем случае не это какая-то пони. И во-первых, я не видела никаких глупых черных драконов. Просто их не существует. Что это? Это тот дракон, это тот дракон. Отойди. Вот он. Я смогу приручить. Что? Что? Подожди-ка. Бежим! Немедленно бежим! Куда? Твой дом. Быстрее, забегай в него. А-а-а! Ой, девочки, девочки, что происходит? Что это такое? Мам, то мы просто... Да, мисс Лона, мы просто-напросто отдыхаем. Вот дождик только начался. Вот мы решили забежать домой. Дожди-ка нет. Сейчас. Ой, вправду дождь. Ну ладно, давайте идите тогда в комнату. Можете поиграться в комнате у моей дочки. А-а-а, да, конечно, мы же с моей подружкой хотели как раз там поиграться. Да-да-да, мы пойдем тогда, мам. Конечно, я пойду чайку тогда поставлю. Хорошо. Ага, у тебя неплохой домик. Спасибо, спасибо большое. Так, ну теперь объясняй, почему ты бежала от дракона, которого ты искала. Ты сама говоришь, я ищу черного дракона. Помоги мне найти черного дракона. Ведь он мне так нужен. Это не тот черный дракон. Это та, это та, пони, черный дракон. Что за тупость? Да это не тупость. Просто это, я забыла сказать, что это, как бы тебе сказать, что если ты видишь черного дракона, который именно злится на тебя, так скажем, агрессивный, то это она, потому что она умеет перевоплощаться. Господи, это вообще тупость полная. Ну хорошо, допустим. А как нам найти правильного дракона? Сейчас. Убери отсюда эту рептилию, мама увидит меня, убьет и сам что-то еще тут разобьет нечаянно. Да не бойся, она микроскопическая. Да, конечно, на всю мою комнату она микроскопическая. Ой, да ладно тебе орать. Главное, что это очень хороший дракон, который может найти другого дракона. Какая тупость. Ну что, поверь мне, это уж так. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok